Сказать, чтобы не забыть, я какой-то мартовский номер журнала тоже просматриваю. Сейчас статьи даже сложно читать, да, потому что всё ни о чём тоже. Реклама сплошная в журналах. Но иногда можно как-то прям себя заставить прочитать. Интервью со Стеллой Маккартни. Я думаю, вот каждый человек ещё для себя может или, да, найти какого-то кумира недосягаемого. В общем, не обязательно должен быть Киркоров. А всё-таки, вот, например, Стелла Маккартни, предположим. И она, мне кажется, она небожитель, уже будучи дочерью человека, просто даже слов нет. И она, вот как она свою жизнь распределила, как она всё сделала, конечно, может быть, где-то ей было легко, где-то сложно. Но вот для меня это такой, наверное, показатель ума, скромной внешности, не очень модельной, да. Но как она смогла всё это сделать, и тут не завидуешь, а просто всё, что она говорит, это умные вещи, которые можно реально взять себе на вооружение. Вот. И я думаю, каждая просто девушка или юноша берёт себе какого-то, может быть, действительно человека, которому он хотел бы подражать. Может, это будет Кейт Рич, Кейт Ричардс. У меня почему-то в России, я не знаю, вот, я таких прямо на вскидку не могу примеров найти. Потому что вот, если какой-то писатель, который вроде ничего, да, а потом он одну жену бросил, вторую, третью, и так смотришь, думаешь, ну, какой-то пример. Вот, ну, мне кажется, нет, не подходит. А если совсем какой-то недосягамый человек, тогда можно, вот, идеализируя его, вот, на него быть похожим, наверное. Я не совсем... Разве что-то понятно, про какого писателя ты говоришь. А, да? А скажи...